здесь солнечно влажно очень зелено и местами опасно мы в доминикане джунглях наткнулась на какого-то бандита с огромным автоматом такие трущобы я буду вашим гидом вот здесь оставляйте машину мы пойдем с вами через лес через джунгли было стрёмно вокруг никого нет не полиция не скорая не переедет но их похоже никогда не видели белых я жить не могу страшно останавливаться и выходить из машины пьют что-то и танцуют какие-то проблемы было запрещено в принципе туда ехать меня зовут Никита в этом видео я покажу вам совершенно дикую доминикану места куда не все туристы добираются мы увидим как живут местные жители в деревнях побываем на диких пляжах попробуем дикие кокосы вы узнаете безопасно ли ехать за пределы курортов и в какие приключения мы вляпались погнали доминиканская республика это остров в карибском море длина от края до края 390 километров это почти рай средняя температура тут 26 градусов население доминиканы составляет примерно 11 миллионов человек 72 процента населения это население смешанной африканская и европейской крови метисы и мулаты 16 процентов европейцы и 12 процентов чистокровные афроамериканцы официальный язык испанский доминикана это лазурная водичка и белоснежный песок отчасти да но я увидела совершенно другую доминикану невероятно зеленую дикую тропическую дождливую с дикими пляжами и горами мы решили не останавливаться в резортах мы даже ни разу не были в волн клюзи потому что любим ездить своим ходом искать приключения изведывать самые дикие и не туристические места в этом и кайф приключений и путешествий поэтому из токана мы отправились на полуостров самана ехали примерно 6 часов и добрались в это райское место пейзажи напоминают виды из фильмов про заброшенный корабль или про динозавров очень впечатляюще но давайте обо всем по порядку перед поездкой в доминиканскую деревню мы заехали в продуктовый магазин чтобы так сказать прикупиться потому что кто его знает что нас там ждет потом оказалось что дороги тут платные раз пять проезжали вот такой пункт и в целом чтобы добраться до самана мы потратили 10 долларов на платные дороги позаботитесь чтобы вы заранее поменяли доллар на местную валюту доминиканские песо 1 доллар это 57 песо бензин тут на удивление по стоимости как в америке полтора доллара за литр лично меня удивило то что на заправке был охранник с огроменным автоматом что тут вообще с безопасности расскажу дальше примерно три часа мы ехали не через самый приятный маршрут но очень интересный проехали такие трущобы что вам и не снилось порой было страшно останавливаться и выходить из машины потому что местные похоже никогда не видели белых на проселочных дорогах опасно то курица дорогу перейдет то собака то человек иногда приходится ехать замедленным мопедом кстати их тут очень много иногда приходится обгонять банановоза ну вот как бы здесь такое движение водители поймут по дороге мы видели как торгуют фруктами у дороги ну прям как у нас за дорожным движением здесь нужен глаз да глаз просто посмотрите на это и самое интересное здесь даже некуда съехать на обочину здесь канавы ну а потом начался удивительно красивый зеленый настоящий тропический пейзаж с дождем кстати арендовали мы машину за 45 долларов в сутки через интернет и забрали уже на месте в аэропорту итак мы остановились в деревне las galeras говорят что это довольно туристическое место но туристов там было очень мало это даже хорошо потому что в других местах очень шумно громко и проб сняли мы вот такую виллу с двориком на airbnb за 80 долларов в сутки вечером мы сходили покушать вот в такой ресторан самый приличный в las galeras по моему сохраняйте место потому что нам очень понравилось такой огромный ужин на двоих вместе с вином с огромным лобстером вышел около 80-100 долларов кстати в этом городе очень много котов сразу видно страна третьего мира в доме ничего не было туалетной бумаги не было мыла и никого кинет для душ вообще в этом речи не может быть здесь мне кажется хотя предыдущей квартире все было даже зубные щетки нам давали то есть вот заехали получается в трущобы на такое полуостров и здесь уже совсем не знают о стандартах в листинге было написано что здесь будут и гель для душа и шампуни но здесь этого всего не было отзыва мы конечно же оставим соответствующий так что имейте ввиду обязательно с собой все вот эти принадлежности берите хорошо что у меня была моя шампунь потому что без шампуня я жить не могу розетки в доминикане вот такие американские что нам с этим было просто а если вы едете с европы то покупайте переходники слышите эти звуки да это местные жители развлекаются 12 ночи играют в бубе барабан не знаю что там танцуют а мы пытаемся уснуть пытается понаслаждаться звуками природы ну а сейчас я предлагаю вам посмотреть как тусуются доминиканцы такие трущобы стоит машина и из нее играть музыка вокруг нее стоят люди и танцуют то же самое там в магазине музыка играет стоят люди пьют что-то и танцуют никаких клубов никаких баров здесь нет ну а на утро я проснулась действительно в раю под шум дождя сейчас покажу территорию домика где мы живем а и ну и и и и да ребят это действительно очень зеленая страна вот наша машина здесь такое разнообразие цветов такое разнообразие оттенков зеленого так я нашла до какого-то места тут где-то домик еще за решетками а вот это дерево кстати это национальное растение пунта-канэ это еще из-за чего пунта-канэ так называется по прогнозу погоды дождь передавали на каждый день но в итоге погода была очень переменчивая с утра паспорт над днем солнце прогноза доверять в этой местности совсем нельзя мы находились здесь в средине декабря и несмотря на то что обычный сезон дождей протекает с мая по ноябрь дождь сопровождал наши дни практически ежедневно напоминая нам что природа в этом уголке не поддается строгому графику мне очень нравится территория где мы живем это все наше смотрите здесь есть гриль самое интересное что у нас во дворе растут бананы разные тропические растения здесь вот это банановое дерево здесь очень зелено а именно потому что здесь очень влажно ты вот ходишь и настолько влажный жар как будто ты в теплице поэтому все эти растения здесь растут цветут не случайно что касаемо комаров то здесь они такие полудохленькие мы очень боялись купили спреев всяких там браслетов против комаров но здесь они так не сильно кусают то есть терпимо можно пережить что насчет змей то я не увидела ни одной максимум что тут бегает это вот такие ящерицы и небольшие пауки ездят на таких вот мотоциклах велосипеда все вот такое вот грязное тут лужи мусор валяется вот даже не спортзал очень много собак вчера чтобы гуляли помнишь такая тусовка была не кушают деревенский образ доминиканцев очень размеренный как и все южные народы они немного ленивы сидят у дороги наблюдают за жизнью какая-то стройка там живут за решетками какие-то проблемы в деревне обязательно нужно попробовать настоящие местные фрукты которые пахнут за километр что пойдем посмотрим что у нас на рынок у нас тут салаты все такое продумывается райца о смотрите ананас микроб вычисли на копейки не разменивайте так так заходим в какой-то магазин опа смотри здесь едино продаются едино 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 Ну а что вы хотели? Поэтому запасайтесь наличкой. Что продают? Вот так у нас тут бананчики продаются, с и косиками. Друзья, приключение от столько начинается. Мы еще с вами не дошли до пляжа, а уже столько всего увидели. Смотрите дальше. Ну что, мы заходим на пляж. Кажется, тут никого нету. Так пусто, дико, огромные волны, шторм, ветер, дождь, солнце. Все сразу. Боже, как красиво! Сейчас вам поближе покажу. Мы сейчас находимся на пляже Las Galeras. И здесь невероятно красиво. Здесь практически нет людей. Волны сумасшедшие. Наверное, просто сейчас такая погода. Ветер очень красивый. Еще и горы на фоне. Волны сумасшедшие. Волны сумасшедшие. Волны сумасшедшие. Мы хотели поехать на Плайо Фронтон. Это безумно красивый пляж. Вот картинки из интернета. Но у нас не получилось, так как были огромные волны и лодки. Никто не хотел туда ехать. Было запрещено, в принципе, туда ехать. Потому что море шумное было. Так вот, я хотела пойти туда пешком с мужем. Мы уже почти были готовы. Потом муж нашел в интернете какой-то отзыв про этот пляж. Что какие-то люди пять лет назад пошли туда хайкать, то есть гулять. И в джунглях наткнулись на какого-то бандита доминиканца, который их ограбил. В общем, муж прочитал это и решил, что мы туда не пойдем. Ну, в принципе, и правильно. Потому что пляж как бы очень удаленный. Не дай бог, что случись. Ни полиция, ни скорая не приедет туда. Мы там были бы вдвоем. Никого вокруг. Ну, немножко страшновато. Ну, а если из вас кто-то энтузиаст такой, что пошел бы вдвоем, то, наверное, идите. Берите с собой какое-нибудь оружие минимальное. Там нож, я не знаю. И идите с группой 4-5 человек. Мне хватило тех пляжей, которые я увидела. То же самое Плай Эрмитанию. Очень красивый пляж, отдаленный, дикий. Туда тоже есть хайк. Но мы туда не решили пойти по той же причине, что пляж отдаленный. И нужно было идти через джунгли. Следующая локация, на которую мы не попали, это водопад Лимон. Почему? Потому что мы приехали. И там какая-то непонятная была парковка. Вообще не парковка. Какой-то чувак нас встретил и такой говорит, я буду вашим гидом. Вот здесь оставляйте машину. Мы пойдем с вами через лес, через джунгли. И я вас доведу до водопада. Мы такие, наверное, нет. Вот. То есть точка, локация была та. Мы приехали по карте. Карта нас привела в эту локацию. Но как-то было стрёмно. Вокруг никого нет. То есть ни одной машины не запарковано. И оставлять машину полную вещей мы не захотели. И, в общем, на водопад мы тоже не попали. На таких лодках делают экскурсии на всякие пляжи. А это называется спанчбоб. Это натуральная мочалка, которую я нашла на берегу океана. Смотрите. Мы нашли вот такой фрукт нони, или как его еще называют, индийская шелковица. Он съедобный, только надо знать, как его приготовить. Ну а по лакомице мы решили все-таки нашими стандартными фруктами, которые мы уже знаем. Вот это все стоило 15 долларов. Ну что, пришло время показать вам еще парочку красивезных мест на полуострове Саммана. Вообще Саммана это жемчужина не только Доминиканы, но и всего Карибского бассейна. Вот сейчас мы проезжаем одну из деревень полуострова и едем к океану через такие пальмовые рощи. Давайте проедемся и посмотрим, как тут живут люди. Тут все домики ярко окрашены и везде играет народная доминиканская музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Здесь родилась знаменитая на весь мир музыка и танцы бачата и меренги. Здесь производят лучшие в мире сигары, выращивают отличный кофе и ароматный какао. Из сахарного тростника делают легендарный ром, продают бананы, разводят скот. Одним словом, здесь умеют жить размеренно и счастливо. А также некоторые жители Доминиканы все еще используют древние методы передвижения. Доминиканцы кажутся рады туристам и некоторые даже знают русский язык. Привет. Здорово. Как тебя зовут? Меня зовут Никита. Меня зовут Никита. Никита Суперсена. Алена. Картель, сувениры, али. Из-за высокой влажности это один из самых зеленых регионов страны. Также свою роль в этом сыграло медленное освоение территории человеком. На полуострове фактически три дороги и все населенные пункты расположены вдоль них. Сюда едут также на экскурсию, чтобы посмотреть на горбатых китов. Но их сезон в конце января, а мы тут были в декабре, поэтому китов не увидели. Ну а мы с вами приближаемся к самому красивому пляжу Доминиканы. Плая Ринкон – это довольно отдаленный пляж. Сюда можно добраться самостоятельно на машине через поселение и очень красивый тропический лес. Дорога хорошая. Пляж Ринкон – признанный одним из десяти самых красивых пляжей в мире. Восхищает своими пятью километрами неприкосновенного белого песчаного пляжа, который медленно простирается вдоль залива усеянного кокосовыми деревьями. Всего в 30 минутах езды от Лас-Галерес, и это место поражает своей природной красотой. Здесь местный житель радушно угостил нас свежим кокосом. Кроме того, на этом пляже можно наблюдать, как река впадает в океан, а вокруг возвышаются мангровые деревья. Создавая удивительный пейзаж с корнями в воздухе. Еще одно место, в которое мы хотели посетить, но не удалось – это Бока Эл Диабло. Скалы у океана с гейдерами. Туда мы так и не попали, так как дорога была очень разбитая, даже большая машина не проехала. Можно доехать на квадроцикле. В целом, дороги очень живописные, куда не поедешь, так что мы не расстроились, что туда не попали. Я заметила, что доминиканцы очень любят рисовать рекламу прямо на стенах здания с помощью краски и кисточки. Вот пример. Получается очень даже прикольно. Покажу вам еще один красивейший пляж на полуострове – это Плая Эль Валли. Ну и как вы уже догадались, ко всем красивым местам – путь Термист. Вот и подходит к завершению наше захватывающее путешествие по Самане. Надеюсь, вам удалось почувствовать весь волшебный дух этого уникального места через объектив моей камеры. В следующих выпусках я вам покажу еще больше мест в Доминикане, включая самый красивый отель на горе, райский остров с рекламой баунти и, конечно же, не обойдем вниманием самое популярное место в Доминикане – Пунта Кана. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые приключения. Продолжение следует... Продолжение следует...